Перед мамой стен схема-реграмма «Годовой хозяйственный сикл» Оленовская-Венков в конце XIX – начало XX веков. Система жизнедоиспечения сочетала обновременно и специфические северные отрасли, как домашнее оленеводство, охота на дико-крупно-копытных, пушнодобыча и рыболовство. Также здесь можно присовокупить охоту на оленных гусей. Так называемая северная триада. Год обычно начинался в марте месяце, когда заканчивался сезон охоты на бушных зверей и в оленеводство начинается компания отела. Данное оленеводство в основном имело такое сочетание, содержание домашних оленей в зимнее время зоны тайги, а в летнее время переход на тундру. Между ними в мае месяце отел оленей, а в сентябре компания Гона. Таким образом, вот такой круговорот сочетание замены пастбищ создавало оптимальный вариант оленеводства. Одновременно некоторые члены большой семьи займались охотой на крупных копытных животных, на дикое северное оленя и на лосей. Так называемые отличные способы охоты, как поколка ТИГН, установка самострелов и джуна весной. по глубокому снегу-насту. Летом в основном они охотились на водопойных тропах, тропах оленей. А рыболовство в основном носилось сезонный характер. Когда идет большая рыба, весной после ледохода и осенью, когда стемнеет, когда идет большая рыба. Также в июле месяце была так называемая охота на льняных гусей. Тоже это место носил сезонный характер. Вот в основном такое в системе же испечения, так называемая северная треяда, в которой в основном вели крупные оленеводческие хозяйства, большие богатые семьи, которые имели огромное количество оленей. И в конце 19-го, начало 20-го века транспортное оленеводство выступает мясоушкурному оленеводству. Оленеводство превращается в произведящую форму хозяйства. появляется многотысячное стадо оленей, крупное, богатое хозяйство, которое в основном делало погоду хозяйственным мире в Оленевском веке.